Бога не было на первом месте, и в какой-то момент каждый человек к этому приходит сам и понимает, что Бог должен быть на первом месте. Когда пришли вы к этому, когда пришли ваши родители к этому? Можно я, просто у меня такая история немножко. Я, наверное, к Богу пришел сразу с двух сторон. Первая, конечно, сторона – это душа и сердце, понимание. Но еще, так, наверное, нескромно скажу, что я еще пришел от знания и от разума, потому что я учился на философском факультете в МГУ, и у нас там была одна из таких прямо серьезных, и должен был быть, преподаватель научного коммунизма. Это же вообще. И чем больше я читал классиков, изучал и марксизм, и ленинизм, и чем чаще мне приходилось бывать на кафедре атеизма, и все это на меня действовало ровно наоборот. И чем больше, тем дальше. И я вообще, на самом деле, пошел в храм, в храм на Маганевском кладбище, и принял хрещение. Мне было 21 год. Но здесь и здесь я просто чувствовал, что мне это необходимо. Что касается, допустим, лично меня, то тоже я крестился уже после армии, мне уже было 22 года, и я тоже абсолютно сознательно пришел в храм. То есть я начал-начал ходить в храм, я понял, что мне там хорошо, я понял, что у меня там какие-то другие миссии совершенно появляются. И да, я, наверное, в вере ношу какую-то новую опору, новую, если хотите, цель, новую защиту. И, конечно, как с одной стороны братик, как он говорит, через знание и через разум, я, наверное, все-таки больше пришел через... Я сказал, и через ранее. Я, наверное, пришел, вот, у меня какое-то внутреннее появилось сознание. Я знаю, что у меня есть ангел-хранители. А как вы это чувствуете? Вы знаете, тут тоже у меня была ситуация, ну, даже самое, поднимаясь по метрам мосту на мотоцикле, и у меня буквально в голове происходит такое видение, что передо мной вылетает машина, перескакивает через бордюр и выскакивает на нашу полосу. Я автоматом торможу, ну, чуть-чуть я притормозил, и ровно через две секунды там появляется машина, она вылетает. Вот. И это было на дороге неоднократно, да. И мы еще с братиком тоже достаточно занимались таким экстремальным спортом, водомоторным, в гонках. Мы участвовали там на выживание, и там тоже это чувство есть. Вовремя притормозить. А что значит на выживание? А есть другие, конечно, какие-то в жизни были моменты, как вы правильно сказали, что не стоит туда идти. Кто это ведет? Да, конечно, конечно. А у меня точно... Мы как раз поехали в этот храм, поехали на мотоциклах, и мы хотели их осветить. Ну, и вроде, я не помню, почему этого не произошло, потому что батюшка что-то... В общем, в этот момент, ну что же, ну не захотел, может быть, что-то случилось. И я вот от храма отъезжаю и сажусь на этот мотоцикл, и чувствую, что мне некомфортно. И кончилось с тем тоже, как это... Мы достаточно быстро едем уже по Ленинградке. Я вижу, что пустая дорога совершенно, с той стороны бежит, значит, персонаж. И он тут же переход, он начинает перебегать дорогу, Вова падает. Я смотрю, он откатывается, мотоцикл, бах, подлетает, метр на четыре, бьется и так далее, и так далее. Вот. Но самое главное, ни одной царапины, говорю, вообще. То есть мотоцикл, ну, почти завязан. Почти в узел. Да, да, да. А ни царапины. И сзади машины не ехало, я хоть и откатывался, потому что... Хотя это на такой большой скорость. А другой раз, нет, в мотоцикл я ехал, то вообще пять километров в час или еще что-то. Из двора дамочка выезжает. Я тормозился, и что-то так неудачно упал, весь переломался. Вот, с другой стороны, на дороге все мы прекрасно понимаем, все водители, бывают абсолютно разные ситуации, тут все равно, наверное, кто-то где-то уберегает.